История за пределами учебников Который уже не раз приоткрывал такие завесы тайны над страницами нашей отечественной истории И сегодня мы как раз собрались для того, чтобы поговорить об одной из таких тайн А именно о некоем плане Андропова Здравствуйте, Евгений Юрьевич Здравствуйте Но 12 ноября 1982 года только-только похоронили дорогого незабвенного Леонида Ильича Я помню, что у нас, например, на факультете журналистики Смерть Брежнева, она не вызвала каких-то особых чувств Потому что нам только дали дополнительные выходные, что называется И на внеочередном пленуме ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов К тому времени уже не глава Комитета Государственной Безопасности Да, он тоже, кстати говоря, расскажете почему Он перестал занимать этот пост Избирается генеральным секретарем ЦК КПСС Еще через несколько месяцев он становится и председателем президиума Верховного Совета Так же, как Брежнев И в стране начинаются перемены Вроде как бы начинает реализовываться некий план Андропова А был вот этот план или нет? Ну, я думаю, что да, конечно, был Правда, очертания этого плана, они были такие довольно контурные То есть, такой вот программы разработанной, что ли С конкретными шагами, с конкретными сроками С конкретными результатами Этой такой программы, безусловно, не было Но прежде чем говорить о программе Я думаю, все-таки надо рассказать нашим уважаемым слушателям Как Юрий Владимирович шел к высшей власти И как он все-таки ее заполучил Потому что в истории всегда его величество случая играет очень большую роль Но я напомню, что Юрий Владимирович, он начал свою такую вот Уже серьезную, что ли, партийно-политическую карьеру в Карелии Под руководством Отто Вильгельмича Каусинина И до конца своих дней Отто Вильгельмич, а он умер незадолго до отставки Хрущева Летом 1964 года курировал Юрия Владимировича Вот я напомню, что Отто Каусинин, это финский коммунист Который был довольно высокопоставленным сотрудником Коминтерна В период Советско-финской войны он возглавил 16-ю союзную республику Карелло-финскую СССР Она произошла до 1956 года Его хорошо знал Сталин, ему очень доверял Хрущев Он после того, как по договоренности с финнами Карелло-финская ССР опять стала Карельской АССР Он стал членом президиума ЦК и секретарем ЦК с 1957 года И вот там, под крылышком Каусинина, начинал свою карьеру в высшем центральном партийном аппарате Юрий Владимирович Андропов После известных венгерских событий 1956 года А я напомню, что это был самый настоящий хартистский мятеж То есть, говоря русским языком, фашистский мятеж А никакого народного восстания в Венгрии и в помине не было Сейчас достоверно известно, что за организацией этого мятежа стоял небезызвестный генерал Гелен Руководитель западно-германской разведки Да, 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 БНД Но дело в том, что он во время Гитлера был и одним из руководителей СС и, значит, СД Так вот, и вот после венгерских событий Андропов, который был послом нашим в Будапеште Он возвращается в Москву и возглавляет один из двух международных отделов ЦК Вот там, в этом международном отделе, начинает формироваться так называемая команда Андропова Он ее называл Подлесок Это хорошо известные потом фигуры времен Брежневского и Горбачевского управления Это Бурлатский, это Арбатов, это Шишлин, это Шахназаров, ну и так далее, и так далее Брежнев прекрасно знал, что это были за люди Он их не случайно называл «мои социал-демократы», намекая на то, что они не большевики, то есть не коммунисты Но он считал, что вот можно себе позволить такую фронту даже внутри аппарата ЦК Поскольку этот аппарат находился под таким жестким руководством со стороны Михаила Андреевича Суслова И вот этот вот Подлесок, вот эти шестидесятники, они, по сути дела, во многом потом и предопределили политику Горбачевской перестройки В 1962 году Юрий Владимирович делает очередной такой мощный рывок в своей карьере, это при Хрущеве Он становится секретарем ЦК и курирует соцстраны Причем остается и заведующим одним из международных отделов ЦК Второй, кстати, отдел руководил им Борис Николаевич Пономарев Кстати, один из немногих членов руководства партии во времена Хрущева и Брежнева, который был искренним антисталинистом Вот он точно И буквально через пять лет после этого, уже когда к власти пришел Брежнев И Брежнев, надо было формировать свою команду Он отстраняет семичастного с поста председателя КГБ Находит повод, это бегство дочери Сталина Светланы Аллилуевой к мужу, значит, в Индию И назначает Андропова на этот ключевой пост А надо понимать, что в тогдашней системе власти Денсек и председатель КГБ Это как шерочка с машерочкой Они практически каждый день контактировали по тем или иным вопросам Даже невзирая на то, что, значит, председатель КГБ после Берия не был членом президиума ЦК Кстати, в том же 1967 году, нарушив вот эту традицию Андропов впервые как глава ключевого силового ведомства страны Он входит в состав Политбюро ЦК То есть он становится кандидатом в члены Политбюро ЦК Это сразу поднимает его как бы над всеми остальными силовыми структурами И вот долгие 15 лет он находился на этом посту Более чем кто-либо за весь период вот советской власти В 1973 году он, кстати, становится полноправным членом Политбюро Значительно укрепляет свои полномочия Я вот думаю, как и многие историки, что именно с 1973 года Андропов уже начинает задумываться о том, как ему прийти к верховной, то есть к высшей власти Потому что он все-таки был на 8 лет моложе Брежнева И он понимал, что вот люди его там, условно говоря, годов рождения Это вот есть то следующее поколение руководителей партии государства Которые должны будут прийти на смену Подгорному, Кириленко, Брежневу, Косыгину и так далее И вот здесь начинается целая череда загадочных смертей Я имею в виду и отставок Я имею в виду того же Шелепина, которого отправили в отставку в 1975 году Я имею в виду Кулакова, секретаря ЦК по сельскому хозяйству Который умер в 1978 году Я имею в виду того же Горбачева, который в том же 1978 году Необычайным образом оказывается в Москве И становится секретарем ЦК по сельскому хозяйству Ну он же из Ставрополя Оттуда, где Андропов, так сказать, тут же остался Ну он родом был оттуда, овечья республика, как ее Брежнев любил называть Но дело в том, что ведь хорошо известно, что Леониду Ильичу на стол положили две кандидатуры секретарей ЦК Одной из альтернативных кандидатур был первый секретарь Полтавского обкома Компартии Украины Федор Трофимович Маргун, которого, кстати, Брежнев хорошо знал по казахстанской целине Мы должны уйти сейчас на небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и продолжим беседу о том, кем был Юрий Владимирович Андропов И могло ли что-то получиться из его плана преобразований, который так и не был реализован История За пределами учебников Добрый день, я Александр Олешко, слушайте радио Комсомольская правда История За пределами учебников И снова здравствуйте, это опять история за пределами учебников В студии обозреватель Александр Гришин и известный историк Евгений Спицын Мы говорим о плане Андропова Легенды, о котором не перестают ходить до сих пор Почему Андропов оказался секретарем ЦК? Его же должны были везти на смотрины к Брежневу А он в это время в Москве справлял юбилей одного из ставропольских товарищей Андропов или? Нет, нет, Горбачев, Горбачев, да А люди Черненко, а я напомню, что Константин Устинович, он помимо того, что был секретарем ЦК и членом Политбюро Он возглавлял и общий отдел ЦК, это ключевой отдел ЦК То есть фактически он предопределял всю кадровую работу партии Вообще ни одна бумага без резолюции Черненко вообще не могла куда-либо пойти Но он был человеком оперативным, трудоголиком и так далее И вот в самый последний момент его все-таки обнаружили на праздновании этого юбилея И в поддатном состоянии, значит, привезли в ЦК на Старую площадь перед светлой очи Константину Устиновичу Он ему задал один сакраментальный вопрос Горбачева, подвыпившую Горбачева, привезли в Черненко Говорит, ты вообще генсек-то в состоянии, в таком состоянии идти, он говорит, в состоянии И они поехали к Брежневу, значит, ну буквально на Сматриной И вот когда Леонид Ильич дал добро, значит, Горбачев стал секретарем Потому что Маргун пришел трезвым Ну да, да, да Ну вот, это вот, кстати, дело случая опять, понимаете? Я напомню, что в 78-м году, вот после, значит, смерти Кулакова и прихода Горбачева в секретаре ЦК Начинается вот это вот, ну, условно говоря, пятилетка пышных похорон Открывает ее Михаил Андреевич Суслов, ну и пошло-поехало, что называется Но вот что любопытно, когда совершенно неожиданно в январе 1982 года умирает Суслов То открывается вакансия второго секретаря ЦК Это секретарь ЦК по идеологии И вот здесь вот схлестнулись две группировки Одна это, условно говоря, Черненко, наиболее близкий к Брежневу человек по всем параметрам А другая это Андропов и стоящие за ним силы В течение нескольких месяцев вопрос о том, кто займет это пустующее кресло, не решался А почему это было важно? Дело в том, что по традиции второй секретарь ЦК Он руководил всей оперативной работой центрального партийного аппарата То есть вел заседание секретариата ЦК А секретариат это рабочий орган всего ЦК И вот здесь и сам Брежнев долго не мог все-таки решить, кто же займет эту должность И в конце концов в мае 1982 года проходит очередной пленум ЦК Это вот тот самый знаменитый пленум, на который Брежнев выступал с продовольственной программой И главным куратором, который был назначен Михаил Сергеевич Как секретарь ЦК по сельскому хозяйству И вот когда решались организационные вопросы, то было принято решение Что председатель КГБ СССР Андропов уходит со своего поста Опять в аппарат ЦК спустя 15 лет И становится де-факто вторым секретарем ЦК То есть секретарем ЦК по идеологии А вот теперь ключевой вопрос А кого же ставить место Андропова на должность председателя КГБ? И вот здесь происходит совершенно невероятная вещь Вот здесь происходит то, что никто не ожидал Дело в том, что председателем КГБ сам Андропов хотел видеть Виктора Михайловича Чебрикова Своего первого зама, генерала армии Который, кстати, тоже был днепропетровец Как Брежнев и как Костякова группировки, так называемой, днепропетровской Но он уже к тому времени давно как бы открестился от своих земляков днепропетровцев И стал Андроповцем Видя, что происходит Ну, конечно, да, да И, в общем-то, днепропетровская группировка Это прежде всего, конечно, его помощники Цуканов в том числе Это, безусловно, Тихонов Глава правительства Николай Александрович Это, безусловно, Щелоков, министр внутренних дел Это целый ряд заместителей председателя Совета министров СССР Это тот же Андрей Павлович Кириленко и так далее То есть это, да, ну и, конечно, это первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Чербинскому Которому вот-вот только на днях исполнилось, значит, сто лет То есть юбилей со дня рождения был вот буквально на днях недавно, в феврале, да Владимир Васильевич это был хозяин Украины Причем такой родный хозяин Он обладал, конечно, непререкаемым авторитетом там на Украине И он был личным другом Брежнева Так вот, председателем КГБ СССР становится глава республиканского КГБ Это нонсенс вообще В какой республике? Украинская ССР Украина? Федорчук Виталий Васильевич Федорчук из Киева с должности председателя украинского КГБ Сразу, минуя все лестницы, так сказать, служебные Перескакивает на такое же кресло, только уже на союзном уровне Вот это, кстати, самый такой вот верный маркер того Кого на самом деле Брежнев хотел видеть своим реальным преемником И действительно, целый ряд мемуаристов, прежде всего, первый секретарь МГК партии Виктор Васильевич Гришин Затем был такой секретарь ЦК по кадрам Иван Васильевич Капитонов Дальше, сам Федорчук Они говорят, что предполагалась вот этой Днепропетровской группировкой следующая шахматная партия Значит, в ноябре, то есть через полгода, собирается новый пренум ЦК Брежнева пересаживают в кресло председателя партии Специально в устав вносится вот эта вот должность То есть это такая, ну, почетная должность, как бы синекура, да? А новым генсеком становится никто иной, как Щербицкий Он тогда был еще довольно молод, энергичен Именно под это и переводили Федорчука в Москву на должность председателя КГБ Ну вот, опять-таки, его величество случай Этот пленум произошел, только он уже произошел после смерти Леонида Лича Пленум этот должен был состояться 22 ноября, как он планировался А состоялся он 10-го, вернее, прошу прощения 12-го? Да, 12-го ноября, то есть через два дня после смерти И вот на этом пленуме Андропов избирается генеральным секретарем Кстати, почему он не был избран сразу председателем президента Верховного Совета СССР? Я вам сейчас объясню Дело в том, что по положению председателем этого органа мог быть избран только человек Который хотя бы полгода был членом президиума А он не был членом президиума Поэтому его тогда же вели в состав президиума А через полгода, в мае 83-го года, на очередной сессии Его избрали юридическим главой Советского государства Потому что председатель президента Верховного Совета СССР Это был юридический глава Советского государства Поэтому эту должность занимал полгода первый зам Брежнева Василий Васильевич Кузнецов Блестящий советский дипломат, просто изумительный Кстати, человек, который сыграл, именно он сыграл решающую роль в разрешении Карибского кризиса Не кто-либо Ведь Хрущев, когда рассматривал после отставки Шипилова двух кандидатур на должность министра иностранных дел Эти две кандидатуры были Василий Васильевич Кузнецов и Андрей Андреевич Громыко И Громыко он избрал именно потому, что он был более покладистый и более ручной, понимаете? Но это я так отступаю Вот такие вот интересные моменты Кстати, Василий Васильевич, он трижды был руководителем Советского государства После смерти каждого генсеков последующего, да? То есть после смерти Брежнева, после смерти Андреева и смерти Черненко Он занимал вот это временно должность Я просто прекрасно помню достаточно светлые ожидания Мне тогда уже, извините, было 20 лет Ну мне 17 лет тоже было, я тоже был взрослым человеком То есть я понимал хотя бы, что в речи Они были светлые в духе Андропов Прикде порядок Новиде Как бы сейчас сказали украинские националисты в Киеве, да? Вот смотрите, вы сказали, с 1973 года он начал, так сказать, видимо, готовить свой подход И, видимо, уже начал реформу Я так понимаю, первая из реформ, которая была Это в 1978 году, когда он изменил название Комитета государственной безопасности, да? Потому что 1978 года было при Совете министров, да? А после стало совершенно самостоятельное Ветерство, которое не под отчет на Совет у министров Что называется? Что получается? Развязывал руки себе и свои службы? Ну, он, конечно, повышал тем самым статус Дело в том, что после, значит, отстранения Бири от власти Которую, я напомню, в 1953 году После смерти Сталина возглавил объединенное МВД Куда опять вошло и Министерство госбезопасности Ну, партийный аппарат, прежде всего, Никита Сергеевич Хрущев Они панически боялись, конечно, наших спецслужб И поэтому было создано специальное КГБ СССР Комитет госбезопасности Именно вот с этой приставочкой, вы правильно сказали При Совете министров СССР То есть это как бы не самостоятельный в полной мере орган Председателем КГБ первым, как известно, стал Его хороший приятель и подельник по Украине Еще с довоенных времен Иван Александрович Серов Против Серово очень активно стали интриговать два человека Это Брежнев и Миронов Миронов это руководитель отдела административных органов ЦК Которые курировали вообще весь силовой блок Кстати, действующий, будучи действующим генералом КГБ Ну, между ними просто кошка пробежала Миронов погибнет в 64-м году Вот в этой знаменитой авиакатастрофе под Белградом Где погиб маршал Бирюзов, когда они летели на празднование 20-летия освобождения Белграда А, кстати, при Брежневе вполне возможно Этот человек бы, ну, вошел там в тройку, пятерку Высших руководителей страны Это однозначно История За пределами учебников И это снова история за пределами учебников В студии Александр Гришин по-прежнему Который внемлет Известному российскому историку Евгению Спицыну Рассказывающему, в свою очередь О нюансах плана Андропова И что нас могло ждать Если бы этот план был реализован Вот я смотрю по тому количеству Постановлений, пленумов Да, которые вот начали проходить С его приходом на высший пост в государстве Да, а потом на совмещение Понятно, что человек не просто так куда-то Ну да, да Шарит две стороны в сторону А реализует мероприятие Да Какой-то программы Нет, ну во-первых Надо понимать, что Андропов Прекрасно понимал Что последние там Несколько лет Брежневского управления Это было действительно застой Чего же там говорить, да Но, кстати Именно ведь Юрий Владимирович Категорически Убеждал Брежнева Забрать оба заявления А Брежнев писал два заявления В 75-м и в 78-м году О добровольном уходе в отставку Почему? А потому что в то время В 75-м и в 78-м году Еще не были Не возникли реальные условия Прихода именно Андропова к власти Вы же имеете ввиду Что здесь надо было заручиться Поддержкой партапарата Раз и расчистить себе поляну Два В 75-м году Но он никоим образом Не оказался в кресле генсека И даже в 78-м А вот в 82-м Да, почему? А потому что уже умер Косыгин Уже умер Суслов Уже были свернуты С политического олимпа Шелепин Мазуров Ну и так далее И так далее То есть А, умер, я прошу прощения Машеров Вернее погиб В 80-м году И так далее Да То есть уже поляна была зачищена Что называется На все сто И вот в этой когорте Стариков Или геронтракратов Да Я имею ввиду Именно эту прослойку Высшего политического руководства Андропов Смотрелся как наиболее Конечно Адекватный руководитель страны Но дело в том Что он был тяжело болен Причем давно Вероятнее всего С конца 60-х годов У него уже были проблемы Вот с почечной недостаточностью И он находился на геомодиализе Но он ведь не собирался Совершенно умирать То есть Тот же Чазов говорит Что он вполне Мог прожить И 5, и 10 лет И реализовать эту программу Но вот случилось то Что случилось Находясь на отдыхе в Крыму Он получил Ну простудился И у него на фоне Вот этой простуды Началось Нагноение Воспаление Надпочечников Которые собственно говоря И свели его в могилу А вот то что касается программы Тут надо ее рассматривать Как бы в двух аспектах Первое Это экономика Второе Это территориально-государственное Переустройство Советского Союза И третье наверное Тоже Так сказать Есть Это борьба с коррупцией Ну это как составная часть Чего первого или второго Составная часть конечно Проблемы связанных с экономикой Потому что он видел Что вот та экономическая модель Условно говоря Которая дает сбои Да Ну и отсутствие должного контроля Со стороны Правоохранительных органов За партаппаратом Они условно говоря Этот партаппарат Как у нас принято говорить Развратили Поехали по первой части По первой Значит по экономике Была создана кстати при нем Рабочая группа В которую вошли три человека Это Гербачев Секретарь по сельскому хозяйству Это секретарь ЦК По тяжелой промышленности Долгих Владимир Иванович Который сейчас жив-здоров И является сенатором от Москвы От исполнительной власти И это Николай Иванович Рыжков А Лигачев туда не уходил? Нет-нет-нет До Лигачева вообще еще не пахло Лигачева в 83-м Вернее в 82-м году Переведут из Томска На должность Заведующего Отделом Кадров Он сменит Капитонова На этом ключевом посту Значит Рыжков Долгих Горбачев Горбачев, да Вот это был штаб Экономических реформ Условно говоря Да Николай Иванович Рыжков Он был Долгие годы Первым заместителем Боебакова Николая Константиновича То есть председателем Госплана СССР Он хорошо знал Очень экономику И его Андропов специально взял в ЦК И под него была учреждена должность секретаря ЦК по экономике Чтобы ему дать соответствующие властные полномочия И когда ему Рыжков А я Николай Иванович знаю хорошо И когда ему Рыжков сказал Что он ни дня не работал в партийном аппарате Он говорит Так это и замечательно Мне и нужен здесь Не партработник А именно технократ Вот они работали над этой экономической реформой А Долгих по признанию всех Это была такая рабочая лошадка То есть он пахал В Брежневском политбюро Это был самый такой Впахивающий что называют человек Прекрасно знал тяжелую промышленность Металлургию, химию И так далее И так далее Значит что они взяли за основу И вот здесь мне кажется Они совершили грубейшую ошибку Они взяли за основу Наработки Кириллинской комиссии А я напомню Что у Косыгина У Алексея Николаевича Был зам такой Академик Кириллин Он был председателем ГТНК Государственный комитет По науке и технике И он разрабатывал Очередной проект Новой Косыгинской реформы Косыгинская реформа номер 2 Эта реформа настолько испугала Брежневское окружение Что Кириллин слетел с этого поста Его отправили в отставку А Косыгин заработал инфаркт Потом он заработает еще один инфаркт И в конце концов Его уберут с должности А через 2 месяца в декабре 80-го года Он умрет Так вот за основу Этой экономической реформы Вот эта рабочая группа Взяла именно Косыгинские наработки То есть Кириллинско-Косыгинские наработки И они потом Кстати когда Горбачев придет к власти И будет вот этот период так называемого ускорения 85-87 год Вот эти 2 года Они будут во многом реализовываться Вот эти вот наработки Потом Горбачев увидит Что они не дают того эффекта На который они рассчитывали И сразу перескочит на политическую реформу Провозгласив вот этот лозунг свой знаменитый Ударим по штабам Что дескать у нас программа хорошая Но все это тормозится на уровне Крайкомов, обкомов и резкомов партии Нам надо политическую реформу Но здесь его подловили конечно Тот же Яковлев и так далее Они ему подсунули вот эту дохлую кошку Понимаете? И он по сути дела Не получив первых плодов Вот от той экономической политики Он по сути дела ее забросил И перескочил на политическую реформу Ну а результат всего этого Мы прекрасно с вами увидели В 91 году Когда и партия потеряла власть И союз развалился Вот и все Ну фактически они предлагали Такие вот элементы НЭПовской экономики То есть опять-таки Знаете как у нас любили Всегда возвращаться к опыту Владимира Ильича Ленина И всегда какие-то инновации Освещать именно ленинским именем Это была такая знаете Дань традиции Но я хочу сказать что Ведь Сталин в свое время Когда писал вот эту знаменитую свою работу Посвященную экономике Последнюю работу да Он же прямо там сказал И он разработчикам вот этого учебника Говорил Что наша главная задача Разработать теорию Без теории нам смерть Я никак раньше не мог понять О чем вообще Сталин говорил А потом вот сейчас возрастом понял О чем Сталин этим ребятам-то говорил Маркс, Энгельс, Ленин Они изложили программу того Как надо взять власть И что надо делать В первые годы взятия власти А дальше они ничего не разрабатывали Надо было дальше разрабатывать эту теорию А у нас к сожалению начались Заниматься начетничеством и цитированием А никакой новой теории В развитии действительно марксизма, ленинизма Изобретено не было И это по сути дела Превратило в марксизм, ленинизм В дохлое учение А всех этих пропагандистов И преподавателей История КПСС Начетников Вот одни от этих вот преподавателей От этих идей всех тошнило Извините Была скукотища невообразимая А надо было противопоставить Действительно динамично развивающемуся Западному миру Такую же динамичную новую теорию Которая бы дала ориентиры Вот движение вперед А этой теории не было разработано Понимаете И это не было сделано Ни во времена Хрущева Отдали вот этот эрзац В виде программы построения коммунизма Ни во времена Брежнева Подменили И во времена Горбачева То же самое Демократическим социализмом Подменили А реальной теории Как и куда двигаться Не было И вот результат Это логический результат Развала и Союза И советского общественного строя Понимаете Но дело в том Что вот тут надо еще На что обратить внимание Ведь Андропов В начале мая В Коммуниистии Это главный теоретический журнал Выходит его знаменитая статья Карл Маркс И некоторые вопросы Социалистического строительства СССР Это была теоретическая статья То есть он здесь выступил Как один из теоретиков партии И там он прямо заявил Что мы не знаем общество В котором мы живем То есть вообще непонятно Чего мы построили То есть мы 70 лет строили Строили и строили А что мы на самом деле построили С точки зрения классиков марктизма Непонятно Нам надо разобраться вообще В том что мы построили А потом повторил эту же идею Ну конечно В июне 83-го На пленами Ну конечно Он предлагал всех Это предложение к дискуссии было Это было предложение Конечно к дискуссии Я думаю что Но дискуссия не состоялась Дискуссия не состоялась Да Ну во первых потому что он умер Как известно Да Вскоре А во вторых что Уже вот партийный аппарат Он уже был настолько Разложен изнутри Ему уже плевать было На все эти дискуссии Они сами уже ни во что не верили Понимаете И когда говорят о том Что партийный аппарат И вот эти вот Секретарский корпус Во многом повинен В том что случилось С Советским Союзом Я согласен И знаете почему Дело в том что Именно при Хрущеве началось А при Брежневе Это уже Что называется Укоренилось Была сломана Сталинская система Подбора и подготовки кадров Партаппарат стал Воспроизводить Самого себя Изнутри Вот в рамках этих Закрытых Учебных Заведений Например Высшая партийная школа Высшая комсомольская школа Академия общественных наук При ЦК И так далее И так далее А туда как правило Шли кто Серенькие Согласные Поддакивающие И так далее И детишки Да и детишки Естественно Чтобы продолжить Трудовую династию В секретариате По сути дела Произошло Обуржуазивание Вот этого Партийного аппарата Партийной вихрушки И приход Горбачева к власти Кстати Он и стал Запросом Этого партийного аппарата Ну неужели Им нужен был Новый сталинист Там Романов Условно говоря Который закрутил бы гайки И начал бы Их отстреливать Как Сталин Да упасти Господи И снова здравствуйте Это опять История За пределами учебников В студии Обозреватель Александр Гришин И известный Историк Евгений Спицын Мы Говорим О плане Андропова Легенды О котором Не перестают Ходить До сих пор Кто вообще Вот говорил Про то Что у него Были планы Ликвидировать Республики Национальные Да Значит Дело в том Что вот Есть один Единственный Неповторимый Источник Этой информации Это Аркадий Иванович Вольский Это хорошо Известный К сожалению Его сейчас уже Не спросишь Да Да Он да К сожалению Уже умер Довольно давно Это в общем-то Человек Довольно известный И в период Горбачевского Управления И в период Ельцинского Управления Он был Отцом-основателем Вот этой знаменитой Нашей Организации Российского Союза Промышленных Предпринимателей При Андропове Он был Его помощником По экономическим Вопросам И вот Аркадий Иванович От него скорее Надо было бы Ждать Откровений По реформе Экономики Да Ну он рассказывал В том числе И по реформе Экономики Но понимаете Дело в том Что вот Насколько Он достоверно Передает Вот То что было Это Сейчас Судить Мы практически Не можем Это первое И второе Надо прекрасно Понимать Что Ведь Вот эта реформа Которую вы сейчас Сказали Да Административно Территориальная Она во многом Изначально Базировалась На той же Экономической реформе Я просто напомню Что В 70-е годы Стали активно Создаваться Так называемые Промышенно-территориальные Комплексы Тот же Ачинский И Костукский И так далее И так далее И вот На базе Вот этих Как бы Ну таких Самодостаточных Экономических Комплексов Возникла идея И переформатировать Союз Советских Социалистических Республик Как говорит Вольский По заданию Андропова Он И ряд Других Сотрудников Центрального Партийного аппарата Он фамилии Не называет К сожалению Если бы он Хотя бы Кого-то назвал Мы может быть Из тех Кто жив Могли бы У них спросить Так оно Или не так Они готовили Революционный Прямо скажем Проект Ликвидации Союза Советских Социалистических Республик Как Союзной Федерации Построенной По национально-территориальному Принципу То есть Речь шла о том Что на территории Советского Союза Все на тот момент 15 союзных Республик Они Самоликвидировались И территория Страны Делилась бы На Административно-территориальные Единицы И В основу Вот этого деления Был бы положен Принцип Экономической Самодостаточности Раз И равной Численности Населения Два То есть Фактически Они брали За основу Реформу Губернскую реформу Екатерины Второй Я напомню Что после подавления Пугачевского бунта В 1775 году Екатерина Провела Знаменитую Губернскую реформу Которая оказалась Самой живучей Она просуществовала До 17-го года Где как раз Вот этот принцип И был положен В ее основу Вольский Говорит о том Что они Андропову Предоставили Аж 15 разных Вариантов И все эти варианты Он завернул И Последний вариант Он предусматривал Создание На территории СССР 41 штата Именно так Не губернии Штата Не земли А именно штата То есть подамериканский Этот Существует Конспирологическая версия Связанная вообще С планом Андропова Суть его С этой версии Состоит в следующем Что Через Гвишиане А я напомню Модель Построение Общего Европейского Дома Со своим Так сказать Ну Четко Отведенным Ему Откуда Куда Было Предложение А именно Со стороны Андропова Западным Кругом Да Западным Кругом И вот Здесь В русле В русле Вот Этих Предложений Совершенно Неожиданно Всполывает История С корейским Боингом Дело в том Что Существует Версия Что Военные Которые Знали О том Что ведутся Такие Переговоры И понимали Что Наши Заокеанские Европейские Партнеры Обведут Вокруг Пальца Наших Политиков И дипломатов Они Спровоцировали Вот то Обострение Советско-американских Отношений Сбив Этот самый Боинг И называют Здесь В качестве Главного Альтер-эго Да Андропова Тогдашнего Начальника Генерального Штаба Маршала Советского Союза Агаркова Как известно После этого Инцидента Агарков Слетел Со своего Поста Тем более У него Уже были Давно Конфликты С министром Обороны Маршалом Устиновым И Николай Васильевич Потом был Назначен Командующим Так называемым Западным Стратегическим Направлением Но кстати Все считали Что Агарков Это был Лучший Начальник Генерального Штаба После маршала Шапошникова По всем Параметрам В том числе И по Стратегическому Мышлению И вообще Способности Не только Предвидеть Но и Разработать Соответствующие Планы Введения Будущей войны Условно говоря Да Вот Насколько Это действительно Так Трудно Сейчас судить Но вот Если Что называете Знаете как говорят Социализм при этом Сохранялся В том то и дело Что нет Вот эта идея Конвергенции Понимаете Когда нам Начинают Рассказывать сказки Про идеи Конвергенции То есть Соединение Всего лучшего Что есть в социализме И в капитализме Это все Вот для Белого бычка На самом деле Речь шла о том Что вот под этой Красивой вывеской Под этой Мишурой Поглотить Условно говоря Соцлагерь Буржуазная Система Общественных Отношений Сначала Довольно мягко А потом уже Вот и все И под эту Сурдинку Стали соответствующим Образом Обрабатывать Определенную часть Политической элиты Но дело в том Что Хрущев Дал хороший К этому козырь Разоблачив Так называемый Сталинский культ А не под эту Сурдинку У нас тогда Группа Молодых Специалистов Выезжала На обучение Конечно Чубайс Конечно Гайдар Конечно Глазих по-моему Тоже там был Там и Авин был И так далее Это Московская Питерская И Новосибирская Вот три как бы группы То есть можно сказать Что косвенная Комплимологическая Эта теория Она имеет Некое косвенное Подтверждение Да нет Более того Есть книга Знаменитая Александра Владимировича Островского Это замечательный Наш к сожалению Не так давно Ушедший из жизни Историк Ленинградский Питерский Он Написал Несколько книг Которые Всю подноготную Скрывают Идеологической И программной Подготовки Всего того Что произошло С нашей Страной И при Горбачеве И при Ельцине И там Одними из участников Всего этого процесса Были в том числе Гайдар Чубайс Авин То есть это что Андропов Вел страну К такому пути Получается Ну получается Да Причем Самое интересное Что семинар Вот этот На Змеиной Горке В котором участвовали Все эти ребята Да Наши вот Реформаторы Экономисты Поясни пожалуйста Вот это Ну это Под Ленинградом Значит Пансионат Змеиной Горка Куда Периодически Выезжали На так называемые Экономические Тренинги Вот эта группа Молодых экономистов Где верховодили Гайдар Чубайс Авин Найшуль И так далее И так далее Курировал их напрямую Калугин Тот самый генерал-майор Да Первый заместитель Руководителя Ленинградского КГБ Областного управления Госбезопасности Последствия предателей Да Последствия предателей Понимаете И все тут одно С другим Связывается Как нельзя лучше Ну что ж Мы прощаемся Сегодня с вами Это была история За пределами Учебников Половины того Что сообщил Наш сегодняшний гость Евгений Юрьевич Спицын Я не знал Надеюсь Наша передача Заставила вас задуматься Не оставила равнодушными Оставайтесь с нами А в студии был Александр Гришин Всего доброго История За пределами Учебников Я Андрей Соколов Слушайте Радио Комсомольская правда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова